вкус не сладкий а горкозкий отосушим мы уже при температуре 41 градус и еще на сутки всем здравствуйте меня зовут Хитруки Лена я житель Украины заводчик птицевод перепеловод и ведем здоровый образ жизни сейчас я вам показываю процесс сушение Виолиния оберкосы сорт краснощечка сушим в профессиональном оборудовании дегидратор эскалибур вот у нас оберкоска до она разобрана на две части извлекаю косточку и даже обрезаю вот тут возле попки чтобы не было таких сухих без вкусностей они нам не нужны просто если разрывает оберкосы на две части и есть вот тут да держите у нас за хвостик возле дерева такая вот попка я ее лично срезаю пишите в комментариях делаете ли вы так оберкоса сейчас обращаем внимание она почти шуякс персик сочно мякиш мяса у нее тут полно и если высыхая обращаем внимание наша оберкоса сохнет вот так превращается вот такую вкуснятину вот такую вкуснятину и аромат при таком веление сушки при температуре первоначально 52 градуса потом можете поставить на 46 ну а лучше бы на 41 будет велиться сушиться на протяжении двух-трех суток это все зависит насколько сочная оберкоса насколько в ней есть мякоть плотность если она настолько плотна то есть влага с ней вышла мяса нема по итогу обычно это в новых сортах оберкосы остается шкурочка и все значит оберкоску я потом уже переворачиваю вот в такое положение то есть вверх ногами шкурочкой вверх и еще раз мы ее просушим и через 8 через 10 через 12 часов делаем вот такие манипуляции а это самое вкусное вот такая самая вкусная она будет считаться как медовая так у наших собак перекличка извиняйте ребята вот так я перекусю все это без сахара без сиропа так как есть настоящая оберкоса вот так мы и емо очень вкусно очень сладко ну и присутствие конечно слегка такая кислинка как настоящая сушеная оберкоса и такую оберкосу вы не купите на рынке и не продают если продавать на рынке значит оберкоска будет стоить без насловных денег если именно высушить правильно этапами не сгорания не засушивания тараньки а именно такого постепенного ввеления усыхания оберкосы и заполняем дегидратор и заполняем заполняем и перспективу например и в заполняем либо или поздравляем и пополняем как с Если дегидратор не заполнен на все 9 листов, я ставлю вот так через один паз. Если заполняем дегидратор полностью на всех 9 листов, значит ставим прямо вот в каждую ячейку. Сразу набираю температуру 56 градусов и на 5-6 часов наблюдаем за авертусом. Дегидратор наш находится в калидоре, тут открытие двери, открытие векна, хорошая вентиляция, дабы лучше влага выходила из наших ягод, наших фруктов. Я говорила 56, но показываю вам 57. Потом же ж можно, пронаблюдав по времени, ставить на 46 и до полного веоления завсегда я делаю веоление на 41 градус. При 41 градусе дуже хорошо веолятся все ягоды, фрукты, овощи и даже мясо мы делаем веоление за двое суток. Ну и сейчас, чтобы вышла влага водичка, нам надо ее быстренько убрать. Так как аберкос – это скороспелые фрукты скороспелые и на дереве у нас их еще много. А то.